До Владимира Зеленского дошло, что битву за политический рейтинг ему не выиграть без собственных телеканалов или хотя бы интернет-проектов для массовой аудитории. К печали Зеленского он не располагает собственной информбазой национального масштаба, а значит должен рассчитывать на милость владельцев подобных ресурсов. Однако на данном этапе своей политкарьеры Зеленский не может опереться ни на одну медиапомойку. Медведчуковские каналы гнабят Зеленского уже давно, в результате тот вынужден их закрыть под прикрытием борьбы с распропагандой. Г плюс Г принадлежат Коломойскому и тому же Медведчуку, а значит отношение к Зе зависит от их милости. Учитывая, что США плотно прищемили Зеленского по поводу Бенни, рано или поздно ему придется совершить какие-то дергания по отношению к олигарху, что автоматически дает команду «мочить шмарклю». Про другие информплощадки с национальным вещанием можно вообще не говорить. Прямое пятое – это вотчина главного оппонента. В такой ситуации остается одно – запустить свой медиахолдинг или хотя бы что-нибудь наподобие. Денег на такое у Зеленого нет, да и не надо. Реализовывать будут за госсчет. Одним из проектов является государственный телеканал «Дом», который создан для вещания на оккупированных территориях, но с этого года переходит на общенациональную трансляцию. Именно этот канал с бюджетом миллион гривен в день Зеленский, похоже, хочет сделать центральным в новом медиахолдинге. Туда откомандировали Мендель, которая уже запустила авторскую телепедирачу. Первый выпуск, естественно, был практически полностью посвящен критике Порошенко и облизыванию величней вшивого лидера современности. Важный момент – это единственный в медиапространстве страны телеканал, где допускается вещание практически полностью на русском языке. Еще одним рупором станет запланированный запуск Минкультом и информполитики канал Евроньюз Юкрейн. Этой прачечной руководит фейкометчик Ткаченко, который, по сути, создал Зе, находясь у руля Г плюс Г. Легко предположить, что вещание будет направлено на формирование положительного имиджа Зе в Европе. Таким образом, у нас нарисовалось уже два источника для вдохновения образом непогрешимого Зеленского. Все это приводит к довольно печальным выводам. Во-первых, Зеленского таки готовят на второй термин. Вся творча праця аналов затачивается под грядущие выборы и на понять-простить-принять Зе мировой политэлитой. Во-вторых, очевидно, что и дальше будут предприниматься попытки закрыть проукраинские, но оппозиционные Зеленскому каналы. В-третьих, еще более понятным становится создание центра противодействия дезинформации в Украине. Но есть в этом и позитив. Учитывая, что все это пытается сделать Зеленский, при поддержке таких мегамощностей, как Ермак, Мендель и Леша Корестович, можно рассчитывать на традиционную вылыку эффективность зекоманды, лишь бы избежать большого пожара или потопа. Правда, все равно вбухают туда миллионы бюджетных средств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok